Всем доброго времени суток! Мы продолжаем инсталайфы с представителями институтов. Сегодня на связи институт экологии и природопользования Казанского Федерального Университета. В ходе прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, особенностях образовательных программ и учебном процессе. Присылайте свои вопросы в инстаграм-аккаунт Казанского Федерального Университета. А я пока представлю наших гостей. Директор института экологии и природопользования Казанского Федерального Университета Светлана Селивановская, заместитель директора по международной деятельности Тимур Ауходеев и магистрант первого курса Альбина Турабекова. Для начала предлагаю такую небольшую вводную информацию дать об институте, чем вообще он занимается, каких специалистов готовит, а потом посмотрим обязательно видеоролик. Добрый вечер, дорогие ребята, добрый вечер, наши будущие коллеги, добрый вечер абитуриенты. Мы начинаем целую серию инсталайф, они будут продолжены и очными днями открыты дверей для того, чтобы мы смогли вас познакомить не только устно с тем, чему вы научитесь в нашем институте, но и показать, каким современным оборудованием обладает наш институт, как это поможет вам получить квалификацию в вашей будущей профессии. На самом деле наш институт занимается проблемами окружающей среды и окружающая среда это настолько сложная система, что ее проблемы нельзя решить, будучи просто биологом или будучи просто химиком или геологом или математиком. Для того, чтобы понимать, что в ней происходит, для того, чтобы понимать, наносит ли ей вред человек своей деятельностью, для того, чтобы понимать, как выполнить различные законодательные акты, нормативные акты, как вернуть окружающую среду, это вода, почва, воздух, которым мы дышим, к тому состоянию, которое было бы пригодно для человеческого проживания, которое бы позволило птичкам, зверушкам и растениям нормально жить, нужно знать много методов различных наук. И именно поэтому наш институт экологии природопользования является междисциплинарным, трансдисциплинарным. Но если мы будем говорить более приземленно, то наш институт готовит специалистов по четырем направлениям, по четырем будущим профессиям. Первое – это направление, где больше всего бюджетных мест, это направление экологии природопользования, после которого вы сможете стать сотрудником заповедника, экологом на предприятии, сотрудником Министерства экологии, Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики, Министерства, я не знаю, как оно сейчас называется цифровизация и так далее. Везде работают наши выпускники, потому что они обладают теми знаниями, которые нужны вот в данной работе. Ребята, которые будут поступать к нам на экологию природопользования, внимание, в этом году мы долго добивались и, наконец-то, мы будем принимать на экологию природопользования с вступительным экзаменом основным по биологии, не географии, а биологии. И если вы еще не выбрали ЕГЭ, которые вы должны будете сдавать, имейте в виду, что если вы наши абитуриенты, вы будете сдавать экологию, русский и математику. Это особенно важно для ребят, которые учатся сейчас в 10 классе. Обратите на это внимание, готовьтесь к биологии для того, чтобы стать нашими абитуриентами. Второе направление, на которое вы тоже поступите с таким же набором ЕГЭ, это биология, математика и русский язык. Это направление называется почвоведение, где готовятся специалисты для Министерства сельского хозяйства, для аналитических лабораторий, для агрохимических лабораторий. Выпускники работают во всевозможных научно-исследовательских институтах, где нужно знание о почве, о земле, о ее структуре, о живых организмах, которые обитают в почве. Очень много занимаются эти специалисты рекультивации различных загрязненных, испорченных сред и так далее. Хочу обратить внимание, что на экологию природопользования и почвоведение вы можете поступить не только с набором ЕГЭ биология, математика русский, но и еще один вариант сочетания ЕГЭ, это биология, химия, русский язык. Почему такие наборы? Как я уже сказала, мы междисциплинарны, и кроме живой жизни мы должны научить вас осуществлять моделирование, программирование, для этого нужна математика. Вы должны знать химические, биохимические процессы, которые происходят в почве, в окружающей среде. Для этого нужна химия. Кроме этого, мы готовим специалистов по специальности гидрометеорология. Эти специалисты широко востребованы в аэропортах. Наши специалисты работают в гидрометеорологических службах. Наши специалисты делают прогноз погоды, который вы смотрите каждое утро, прежде чем выйти на улицу. Наши специалисты осуществляют прогноз опасных природных явлений, такие как тайфуны, оползни и так далее. Без гидрометеорологов не обходится действие сетевых энергетических компаний, нефтедобывающих компаний и так далее. Это одна из самых востребованных специальностей на нашем институте. В нашем институте набор ЕГЭ, с которым вы сможете к нам поступить, это география, математика и русский, либо география, информатика и русский язык. И последнее направление, или, как говорят, последнее, но не значит худшее, это направление, которое называется землеустройство и кадастры. На этом направлении вы научитесь определять стоимость земли, квалифицировать эти ресурсы земельные, вы научитесь работать с кадастровыми палатами, с регистрационными палатами и так далее. По-простому можно сказать, что вы будете не просто к кадастровыми инженерам, если вы захотите работать, но вы будете высоко квалифицированными специалистами. Более того, землеустройство и кадастры и гидрометеорология – это те направления, которые дают разрешение работать в области землеустройства и кадастров. Вступительные экзамены – это физика, математика, русский язык, и, если я не ошибаюсь, поправьте меня, физика, информатика и русский язык. Все направления очень интересны. Наши выпускники 70-80% трудоустраиваются по специальности, обращаю внимание, не просто трудоустраиваются, трудоустраиваются и все остальные, потому что они получают хорошее базовое образование. Но более 70% работают именно как специалисты. Наши выпускники работают в «Газпроме», работают в «Газпром Трансгаз Казань», работают в министерствах, причем работают и заместителями министров. Наши выпускники являются профессорами и доцентами нашего института. Наши выпускники являются главными научными сотрудниками ведущих научно-исследовательских институтов и нашей республики, и за рубежом. Наши выпускники работают в университетах Германии, Японии, Франции. Сегодня только я получила информацию, что наша выпускница защитила диссертацию, она называется PHD во французском университете Париж-Сакле. Это один из очень престижных университетов. Так что, если вы хотите что-то достичь, мы вам предоставим все возможности. Большое спасибо, Светлана Юрьевна, за такое теплое вступительное слово. Я предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, который подготовили как раз-таки ваши ребята. Посмотрим, как это будет выглядеть на видео. Если вы неравнодушны к окружающей среде, если вы хотите знать, как устроено биоразнообразие, как устроено микробное сообщество, как изменяется климат, какие современные математические методы мы можем применить для того, чтобы понять все об окружающей среде, значит, вы наши абитуриенты, будущие абитуриенты Института экологии и природы, пользование Казанского федерального университета. На кафедре прикладной экологии мы занимаемся изучением всех объектов природной среды. Это и вода, это и почва, это и живые системы. Все это позволяет нам оценивать качество окружающей среды на самом высоком уровне. Аппараты в нашей лаборатории позволяют производить глубокие исследования в области прикладной экологии. Мы преподаем предметы, которые касаются программирования, новых языков программирования и много курсов, связанных с геоинформационными системами. В нашем институте работает очень крутое оборудование, которое позволяет анализировать большой объем проб в автоматизированном режиме. Кроме того, исключается ошибка оператора, что очень важно для нас. Современная приборная база института позволяет заниматься изучением создания воздушного бассейна Казани, кроме того, мониторить состояние атмосферы до высоты в один километр. Закончив направление землеустройства и кадастры, я понял, что ничуть не пожалел о том, что поступил сюда. Процесс обучения проходит полномерно и на достаточно высоком уровне. Преподаватели подают материал так, что он не забывает сразу после выхода из экзаменов, а остается память на долгое время. То, что дал мне мой институт, позволило мне получить качественную профессию. Продолжение следует... Так, вот такой вот видеоролик мы посмотрели. Предлагаю перейти к вопросам, которые мы заранее подготовили. Ну и самый первый, наверное, он будет такой немножко наболевший. Будут ли в этом году проходить Дни открытых дверей в офлайн-формате, что очень важно? Позвольте я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что на сайте нашего института выложен график Дни открытых дверей. Этот же график продублирован и на сайте приемной комиссии КФУ. Пока мы проводим в таком формате дублирования. То есть мы и онлайн встречаемся... В гибридном формате мы и онлайн встречаемся с абитуриентами, с тем, кто находится далеко, кому недоступен вот такое живое присутствие на наших встречах. Также мы в ограниченном количестве приглашаем и наших абитуриентов к нам в институт. Кроме того, если ни тот, ни другой формат в какой-то причине для вас недоступен, на сайте нашего института есть номера телефонов, конкретно мой телефон. Всегда можно позвонить и задать все интересующие вопросы. Давайте поговорим об еще одной такой немаловажной теме для всех поступающих. Что по бюджетным местам на ближайший год? Есть ли они? Если есть, то где и в каком количестве? Ну, давайте мы тоже дадим слово Тимур Ринатовичу. Только, Тимур Ринатович, пожалуйста, не торопитесь прямо. У нас четыре направления, как Светлана Юрьевна уже обозначила. Самое крупное из этих направлений – это экология и природопользование. Там самое большое количество мест – это 55. Далее у нас землеустройство и кадастры – там 20 мест. И такое приятное изменение у нас на оставшиеся два направления по 25 бюджетных мест. Это гидрометеорология и почвоведение. Также при поступлении вы можете поступать на основании ЕГЭ, если вы выпускники школ, если вы выпускники средних профессиональных образовательных учреждений или начальных профессиональных образовательных учреждений, или вы имеете уже высшее образование, то вы можете поступать на основании внутренних испытаний КФУ. Ну и раз уж заговорили про бюджет, изменятся ли в этом году проходные баллы, как показывает практика, насколько сильно они станут выше или, может быть, ниже? Давайте я отвечу на этот вопрос. Вот каждый год проходные баллы формируются в зависимости от того, с каким уровнем подготовки приходят ребята. Мы не можем это даже спрогнозировать, потому что если вы посмотрите ретроспективно, они изменяются год от года. То есть я просто хочу объяснить, каким образом формируется проходной балл. Вы сдаёте документы, на основании суммы ваших ЕГЭ вас выстраивают в рейтинг. И вот в рейтинге вас обычно стоит где-то около 500-600 человек. Это столько ребятишек, которые к нам поступают. Конечно, я понимаю, что они поступают, многие подают заявление не только к нам, но и ещё на три направления в нашем университете, и могут подавать заявление ещё в пять других университетов. И вот если у нас 55 бюджетных мест, мы отсчитываем сверху 55 человек, подводим к черту, и вот последний, 55-й, определяет, какой будет проходной балл. На самом деле, если вы посмотрите, они, конечно, плавают, различаются, но не очень сильно. Когда-то у нас вдруг очень высокий проходной балл бывает на экологии, в прошлом году у нас был очень высокий проходной балл на почвоведение, и мы должны понимать, что чем больше бюджетных мест, тем ниже проходной балл. Конечно, если на направлении 6 бюджетных мест, то проходной балл будет 280. У нас же, ребята, 280, там 270 баллов стоят в начале списка, дальше будут баллы ниже. Ориентируйтесь на прошлый год. Лучше всего это сделать так. И ещё я хотела бы добавить, что вы можете к нам поступать на бюджетные места и в магистратуру, и в аспирантуру. У нас много магистрских бюджетных мест, что свидетельствует о том, что раз государство готово давать бюджетные места, значит, эти специалисты государству нужны. У нас 50 бюджетных мест на... Неправильно сказала. 40 бюджетных мест на экологию и природопользование, 10 бюджетных мест на гидрометеорологию, 15, по-моему, бюджетных мест на землеустройство и кадастры, и 10... Можно её зачистить? Да, извините, я... Итак, экология и природопользование, системная экология, 18 мест, экология и природопользование, экологическая безопасность, 27 мест, землеустройство и кадастры, 14 мест, и на почвоведение 10 мест. То есть это вот такой вот объём в магистратуре? Это да, количество бюджетных мест в магистратуру. Однако, если вы рассматриваете вариант обучаться на контракте, то вы также можете подать заявление на эти направления. Ну и вот, раз уж плавно так подвели к контракту, изменится ли стоимость обучения в этом году, если да, то на сколько? Вот я, наверное, отвечу так на этот вопрос. Пока у нас нет приказа о стоимости контрактного обучения, потому что нет приказа Министерства образования. Эти цифры, они едины, то есть минимально едины для всей Российской Федерации. Университет может сделать выше, но не может сделать ниже этой планки. Насколько я знаю, насколько я помню, в прошлом году было распоряжение не увеличивать стоимость контрактного обучения в силу локаута, в силу потери многими папами, мамами работы и вообще сложной ситуации. Как сложится в следующем году, пока не можем ничего сказать, но даже если будет повышение, я 100% уверена, что оно будет очень незначительное, потому что какая ситуация во всем мире, вы сами знаете. Ну такое неблагодарное дело, конечно, прогнозировать, но все-таки вот касаемо иностранцев, у них как будто обстоят дела со вступительными испытаниями, у тех, кто не сдает единый госэкзамен, для того, чтобы поступить к вам. Какая инструкция? По поводу иностранцев. Для них приемная кампания начнется значительно раньше, чем для наших с вами соотечественников. Так уже с 1 марта иностранцы могут регистрироваться в социальной сети Буду студентом, и экзамены для них будут проходить в три волны. Первая из которых это с 14 июня по 21 июня, вторая с 12 июля по 25 июля, и с 16 августа по 23 августа. Кроме того, у иностранных студентов, согласно приложению 4, которое вы также можете найти на сайте приемной комиссии университета, есть возможность поступления по двум испытаниям. И таким образом, то есть, задача поступления для них облегчается. Есть у нас еще несколько таких вот конкретных вопросов, которые касаются цифр. Какие проходные баллы были в этом году, который сейчас идет, на специальность экология и природопользование? И стали ли проходные баллы в этом году выше по сравнению с предыдущим? Тут люди просят конкретную цифру и динамику. Вы знаете как? Я думаю, что мы пока с вами беседуем. Я попрошу, например, Тимура Инатовича зайти на сайт с телефончика. У меня все есть. А, пожалуйста. У всех это записано. Единственное, что перед тем, как я оглашу эти баллы, мне хотелось бы сказать, что этот год, наверное, год возможностей. Возможностей для тех, кому, например, Светлана Юрьевна уже обозначила, что есть выборность этих экзаменов. Так, например, поступая на экологию и природопользование, вы можете выбрать между математикой и химией. Таким образом, с более выигрышным положением подойти к этому экзамену. Итак, в этом году, который может быть не самопоказательный, так как перечень экзаменов немного изменился. На гидрометеорологию проходной балл был 200, на экологию и природопользование 197, на землеустройстве и кадастры 188, и на почвоведение, внимание, 212. Ну, то есть это как бы сумма трех ЕГЭ. Да. И есть еще тогда вот такой вот у нас вопрос, касаемо наших иностранцев, программа соотечественники, работает ли она в отношении института. Сюда, пожалуйста, задайте вопрос. Это тогда к вам. Вы по этой программе учились? Я поступала через Росцентр, я вообще с Ташкента, я поступала через Росцентр, у нас там были вступительные экзамены. То есть бакалавриат. Да, я поступила, там в течение месяца был ответ. Я могла выбрать 5 университетов любых. Первый, естественно, в приоритете. У меня первый стоял это Казанский федеральный университет, туда меня и определили. То есть особых проблем именно со своей стороны поступать там нету. То есть достаточно сдать у себя экзамены и ждать результаты. То есть экзамены могут там разниться. И, насколько я знаю, даже задания там в Росцентрах, оно немножко отличается от здешних заданий. Поэтому если ребята начнут смотреть просто ЕГЭ, как я готовилась, я смотрела ЕГЭ, допустим, по предметам, которые мне нужны. И поступление вообще не составило труда. То есть я поступила, не затратив особых усилий на это. А в магистратуру вы уже поступали как по программе соотечественника? Да, по программе соотечественника я поступала в магистратуру. То есть это достаточно проживать в странах бывшего СССР. Советского Союза. Да, Советского Союза. И то есть тоже здесь я взяла справку, что я являюсь соотечественником. И тоже никаких проблем, в принципе, не возникло. То есть эта программа работает. Насколько я знаю, такой возможностью могут воспользоваться ребята, чьи родители жили на протяжении какого-то времени на территории бывшего Советского Союза. У нас таких ребят учится достаточно много, но они проходят общий конкурс. Да, то есть если даже полная себя, неполная, то есть даже если хоть один из родителей жил на территории, то, допустим, абитуриент может поступить на права соотечественника. Единственное, может быть, что можно было бы добавить, алгоритм поступления на бюджет для абитуриентов, имеющих статус соотечественник, немного отличается. То есть они должны подать изначально заявление как на контракт, одновременно с этим они должны отправить документы, подтверждающие свой статус на электронную почту Департамента внешних связей, Адмишин КФУ, РУ. И тогда у них в системе появится статус, и они смогут уже подать заявление на бюджет. Давайте немножко поговорим тогда про поступление в магистратуру, раз так или иначе затронули эту тему. Собеседование или какое там вступительное испытание предусмотрено? Вы знаете, на разные направления, разный тип экзамена. Вот это максимально интересно. Да, на землеустройство и кадастры в этом году будут тестовые задания, которые вы выполните дома, сидя у компьютера. Вам в определенное время, которое указано на сайте, будет открыт доступ в систему. Дальше на основании этих данных вас выстроят по рейтингу и зачислят то количество, на которое есть бюджетные места. Остальным предложат поступать на контракт. На контракт у нас ребята идут с удовольствием, милости просим. А вот на почвоведение и на экологии природопользования это будет устное собеседование. Да, я не ошибаюсь про почвоведение. В каком формате оно будет проходить, онлайн или оффлайн, это будет определяться эпидемиологической обстановкой. В прошлом году у нас был опыт, значит, мы всех принимали по тесту, но поскольку у нас уже есть опыт принимания, приятия, принимания экзаменов онлайн, я думаю, что это не составит труда. То есть работает система прокторинга, когда студент демонстрирует свои документы и отвечает комиссии, и обязательно сидит еще человек, который не заинтересованно смотрит, куда же смотрит в это время студент. На планшет, который ему товарищ держит перед экраном, или он смотрит и общается с преподавателями. Небольшая ремарка, если можно. У нас в этом году на все перечисленные направления 90 баллов отводится на, собственно, сам экзамен, и 10 баллов – это портфолио. И в условиях, когда каждый балл на счету, стоит серьезно отнестись также к портфолио. Можно тогда поподробнее, что из себя будет представлять портфолио? У нас на сайте приемной комиссии университета представлена программа экзаменов. Там подробно описаны как вопросы, к которым готовятся темы, так и состав портфолио, в котором может входить, например, ваши научные достижения, ваши достижения в сфере профессиональной деятельности, которая должна совпадать с профильным направлением, на которое вы поступаете. Ну, то есть это могут быть отсканированные или копии, ну, отсканированные, да, поскольку документы подаются в электронном виде, ваших публикаций. Это могут быть почетные грамоты, это могут быть какие-то сертификаты, это могут быть благодарственные письма, подтверждающие ваше участие в акциях, в олимпиадах и так далее. Ну, и, конечно же, у нас будут поступать со 100 баллами победители и призеры российских олимпиад, в частности, к нам могут поступать ребятишки с олимпиадой по экологии, и я рада сказать, что наша команда Татарстана всегда занимает как минимум второе место, ну, редко третье по России, и к нам могут поступать ребята с олимпиадой всероссийской по географии, ну, и вот. И в магистратуру также можно поступить с результатами олимпиады Я магистрант КФУ. Это может быть всем актуально, по этой олимпиаде могут поступать не только наши нынешние студенты или выпускники наши, но и в любых логиках. Я, наверное, даже вот добавила бы это, да, потому что в прошлом году не сдавали тесты, а поступали по результатам этой олимпиады, которая проводится онлайн, заранее, там выставляются баллы, и ребятишки с этими баллами сразу попадают в общий рейтинг, и если они видят, что у них... Причем студенты могут... Ну, в общем, если видят, что у них хорошие баллы, они сразу попадают вот в этот рейтинг и так далее. То есть, ну, как бы это делается заранее, человек уже достаточно спокойно себя чувствует. Да, я бы хотела добавить, что действительно, не упустите эту возможность. У меня несколько однокрупников именно так и поступили. Нашу магистратуру, то есть они подготовились, там было и какое-то задание именно письменное. То есть это не тестирование системы прокторинга, там сдаешь уже письменное задание. Я считаю, что это было даже легче, чем вот прокторинг, это все равно нервотрепка, там... То есть еще не только от тебя зависит, а от самой системы, там, то есть может вылететь или так далее. А тут уже вы непосредственно принимаете участие именно с преподавателями, уже заранее знаете свой результат и будете спокойны. Что могу сказать? Большое спасибо за столь подробные ответы на все вопросы. Я надеюсь, у абитуриентов их больше не осталось. А я напоминаю, что это был Инсталайф с Институтом экологии и природопользования Казанского Федерального Университета. Смотрите остальные Инсталайфы, задавайте свои вопросы в Инстаграме Казан Федерал Юниверсити. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»